Я отсканировал почти 2 миллиона уровней Geometry Dash с оправданием в статистику, и вот к чему это привело. Смотри это видео до конца, ведь такого не снимал никто. Но сначала нужно рассказать, как я к этому пришёл. Не перематывайте, это нужно для понимания видео. Короче, я смог написать функцию на питоне, в которую можно передать любое целое число, и она вернёт всю информацию об уровне с таким ID в GD, если он существует, разумеется. Затем можно сделать намного больше, чем можно подумать, буквально начиная от нахождения 69 тысячного 420 уровня в GD, заканчивая тем, что я могу буквально начать скачивать GD, многократно передавая в эту функцию рандомное число, и если уровень с таким ID существует, заносить его в огромную базу данных. Этим я и занялся. Я написал скрипп о этой идее, и он работал. Запустив его 27 апреля, я его оставил на полтора месяца, и начал массовую слежку с серверами раптопа. И вот, у меня есть 1 951 420 уровней, или каждый 60 уровень, или 4% от всех уровней в GD. Но уровни, которые не существуют, я тоже заносил в свой же сон. Если учитывать их, то у меня и подавно 5 миллионов ID-шников. Из этого можно сделать повод, что 61% уровня когда-либо существовавших в GD были удалены. То есть из всей GD сравнился лишь каждый третий уровень. Но я решил сделать стату поинтереснее. Можно разделить все уровни на группы, например, по 50 тысяч. И для каждой группы проходить по всем уровням и вычислять, сколько из них существует. Возьмем пример с уровнями, ID которых от 0 до 50 тысяч. Всего в этом диапазоне 2101 уровень. Из них существует 202. 202 делит на 2101, получится 0,1 если сокровить. Переводя в проценты, это будет 10%, что означает, что уровень из ID имеющей 50 тысяч сравнился 10%. И такую операцию он проделал для каждой группы. И это будет разумно изобразить в виде графика. И он весьма интересный. Обратите внимание на этот скачок. Он тут явно не просто так. Смотрим, что там и наблюдаем соответствующую картину. Где-то в начале мая 2021 года произошла какая-то чистка серверов, которая долила 75% уровней в GD. И скорее всего это очередная чистка серверов от робтопа. Также заметьте вот эти дырки. Смотрим, когда это было, и одна дырка произошла в августе 2016 года, а другая в феврале 2019 года. И я понятия не имею, что это может быть. Но скорее всего это какие-то хакеры прикалывались. Ну и ещё тут есть какие-то равномерные скачки, которые происходят, судя по всему, каждый год. Также по один уровню можно узнать, в какой версии он был выложен. Больше всего было выложено уровни, конечно, в 1.0. Всего 24 уровня, кстати. На предпоследнем месте неожиданно 1.3. И потом только 1.1 и 1.2. Дальше, 1.4 и 1.5, которые были созданы намного больше уровней, чем в 1.4. Ну и соответственно 1.6, 1.7, почти по уровню, кстати. 1.8, 1.9, 2.0. Ну и сейчас такой вопрос. Как вы думаете, в какой версии больше всего уровней? С одной стороны, 2.1 существует намного дольше, чем 2.2. А с другой стороны, с 2.2 выкруствовывает намного больше людей, и уровней осталось больше, потому что они меньше времени существуют. Ну и правильный ответ, в 2.1 был создан больше уровней, чем в 2.2. Половина всех вышедших уровней находится именно в этой версии. Однако игра также хранит тебе информацию, в какой версии уровень находится. Например, если у вас есть уровень из 1.9, и вы его обновили в 2.2, то его параметр в геймвершн поменяется. И это статистически действительно отличается от предыдущей. 0.3% всех уровней были построены до 1.7. Далее идёт сама 1.7, затем 1.8, 1.9, 2.0, и также 2.2 меньше уровня, чем 2.1. Дальше инфа, которая распространяется только на мою базу данных. Самый залайканный уровень – High Score. Самый задизлайканный – Ультимата от Виприна. Самый задизлайканный уровень без рейта – неожиданно какой-то уровень с 2.2. Также я нашёл несколько уровней, на которых каким-то образом лайков больше, чем загрузок. Ну и раз уж мы заговорили о лайках, давайте посмотрим, какой шанс у вас получить определённое количество лайков на уровне. Ну, начнём с того, что у вас вообще есть где-то 4% шанс, что ваш уровень будет задизлайкан. Также шанс получить хотя бы 5 лайков равен 17.8%. Шанс получить 10 лайков – 9%. Шанс получить 100 лайков и получить достижение Geometry Creator даже меньше 1%, а именно 0.9%. 1000 лайков – 0.1%. За розысками всё немного по-другому. Вот два графика – зелёная линия – это лайки, а красная – это закуски. Видите, как она идёт? Сначала она падает, потом возрастает, потом снова падает. То есть большинство уровней собирают 300 закрузок. Но вы видите вот эту точку слева? Это уровни, у которых 0 закрузок, что означает, что автор был уже уровень Unlisted и сам в него не заходил. В моей статистике таких уровней всего 480. И что самое интересное, самый старый из них – Extreme UFO, скорее всего имелось в виду UFO. 7 лет назад этот уровень не Unlisted. Он диксируется поиском, и при попытке поиграть в него ничего не происходит. Скопировать не поможет, сохранить на GD History не поможет. Экспорт файл и импорт дадут пустой ловел. И скорее всего, если вы сейчас зайдёте на этот уровень, на нём всё так же будет ноль закрузок. Я так полагаю, в нём каким-то образом корруппнулись сейф-файл уровней, и поэтому он теперь такой. И судя по всему, никому не получится узнать, что было в этом уровне. Дальше будет статистика по авторам. Всего в базе данных почти 1 миллион уникальных авторов. Из неё можно будет узнать аккаунт, на котором было выложено больше всего уровней. И в статистике 63 тысячи уровней принадлежат минусу. На втором месте – Плеер. И вот, на третьем месте уже существующий аккаунт в GD – Боссник, со 158 уровнями в статистике, и с 3000 уровней в оригинальной GD. И скорее всего, это рекорд во всей GD. Причём на четвёртом месте, с разницей в 2 уровня, стоит в Матхаттере 918, с примерно таким же количеством уровней в GD. Также, когда можно было выкладывать уровень без аккаунта, много людей ставили ники. Плеер с маленькой буквы, Лоу, Аликс, Мастер, Про, Робтоп. Если брать в расчёт уровней только зарегистрированных пользователей, то топ получится вот таким. Если незарегистрированных, то вот таким. Ну и также я могу найти первый и последний уровень от минуса, и последний уровень от незарегистрированного пользователя. Вот это, кстати, интересная ситуация. Этот уровень был выложен в 2023 году. Спустя 6 лет, как эта функция была отключена. Ну и что ещё более странно, есть ещё 2 уровня, которые были выложены буквально в ту же секунду. У неё разница в ID всего 3, и вряд ли они принадлежат одному человеку. Но к моменту написания сценария, эти 3 уровня запустил Ресторэйшн Юнион у себя в Твиттере. И тот уровень, который оказался в моей статистике, потерял свою особенность. Если вы сейчас найдёте его, автором будет Кадуш. Но остальные уровни остаются от незареганных юзеров по сей день. Короче, ситуация максимально странная, хоть отдельное видео расследование про неё делаю. Также я могу собрать статистику по сонкам, используемых в уровнях. Самая популярная композиция – Stereo Madness. На втором месте – The Speed of Light. Дальше – Dead Light, Clubstep, Toy 2, Finger Dash и Electrodynamics. И только потом уже идёт Custom Song из Sonic Wave. Потом опять Buckle Track, Power Gaze, Jumper. И снова Custom Song из Occupant Hello. И потом снова куча официальных сонгов. Самые непопулярные официальные сонги, если 5 сонги доступны без хаков. Это будет Cantlet Go, Cycles и самое дно – Hexan Force. Но что если посмотреть на рейтнутые уровни? А там стата сильно отличается. Самый популярный сонг уже Cycles. Stereo Madness всего на третьем месте. И только на 11 месте находится какой-то Adventure Fantasy, о котором я только сейчас узнал. Если что, у нерейтнутых уровней всего на втором месте был бутбав. Топ-3 самые непопулярные официальные музыки среди рейтнутых уровней – Last Processing, Dead Locked и Dash. Если смотреть на самые популярные кастомные сонги, то первое место я уже сказал Adventure Fantasy, под который построены 7 уровней в моей статье. Но также на первом месте есть Супернова, тоже 7 уровней. А в ГД Супернова на первом месте. На втором месте Heaven и Slow Wine, тоже поровну. И дальше там 6 сонгов, под которые одинаково 5 уровней построены, так что дальше смысла смотреть нет. И шестой инфа с рейтнутыми уровнями не совсем точно, так как их у меня не так уж и много, чтобы составить точную высоту. Всего 2000 уровней. Кстати, среди них 350 рейтов, 1600 фичеров, 189 эпиков, 4 мифика и 1 лего. И как я уже говорил, всего 2192 рейтнутых уровня. Из этого можно заявить, что примерно 0-11% уровней в ГД имеют рейт. То есть каждый 2600 уровень. И кстати да, фичеров больше чем 100 рейтов, живите с этим. Давайте дальше посмотрим на название лобелов. Самые популярные названия Unnamed 0, Unnamed 1, Unnamed 2, Unnamed 3. Я не шучу, а не реально так подряд стоит. Дальше идёт Wave Challenge с 5000 мил уровней с таким названием. Дальше есть Ignorant Unnamed Challenge, Wave, Test, Low, Easy. И что интересно, Make Your Ship Part. Дальше ванильное название для Red Centurion. На колесах чуть ниже можно найти A, пробел, 1, 3 coins, Fire in the hole, E, Adler, Worst, Fail, Bullet Buffs с пробелом в конце. Ещё есть 158 уровней с названием 69. Длина названия у большинства уровней 9 символов. А мне всего уровней с одним символом. Статистика по названиям? У меня есть идея лучше. Что если собрать стату по словам в названиях уровня? И первое место пустая строка. Как-то так? А это происходит, когда стоят 2 пробела подряд, потому что я разделял по пробелам. На втором месте Unnamed, на третьем двойка. Ну и дальше статистика начинает напоминать стату по названиям. Челлендж, Wave, Level, 1, D. Ниже тут есть 23 тысячи слов, Юрь. Скорее всего это из-за уровня типа Make Your Wave. Дальше здесь тысячи слов, Madness. И ещё чуть ниже, V2. А может я сейчас запрос статистику по самым популярным символам? Первое место пробел. Причём пробел во всех уровнях больше, чем самих уровней. Дальше идут гласные, Е, А, О, потом Л, Н, Т, потом ещё чуть ниже двойка есть. Самая редко используемая маленькая буква, Q. А в принципе самая редко используемая буква, большая Q. Но заметьте, я сказал буква, а не символ. Ведь Q не самый редкий символ. После него идёт дефис. Раньше можно было написать дефис в уровне с помощью хаков, но сейчас способа нет. И поэтому дефис имеет всего какие-то 143 уровня. Но это ещё не всё. 8 уровней статистики содержат в себе перенос строки. И выглядит это вот так. Но есть несколько уровней, которые относительно новые. И которые в названии содержат перенос строки в конце названия. То есть они выужены после того, как способ исправили. Это я никак объяснить не могу. И из-за того, что у них перенос строки стоит в конце названия, это в игре выглядит как обычный уровень. Но дальше ещё интереснее. 5 уровней содержат вообще какой-то непонятный символ, который нигде не отображается. И в GD он тоже не отображается. Непонятно, что это вообще должно значить. И 2 уровня, которые содержат в себе открывающуюся скобку. Последнее место. Но текст ведь можно вводить не только в названии, но и в описании. И то это, я думаю, статистика будет поинтереснее. Так и есть. Конечно, большинство уровней даже не имеют описания. Но если не учитывать их, то первое место смайлик. Второе лоу. Третье изи. Дальше идут короткие описания, такие как. ГГ, хард, пробел, хай, три точки. Через несколько подобных описаний встречается совосочетание My First Level. А потом Description Optional. Также есть 217 уровней с описанием с тремя ошибками. 129 с Fire in the Hole. 230 с Berifight on Mobile. 136 с Work in Progress. И 328 х. И логично, что чем ниже мы будем спускаться по топу, тем длиннее будет описание. Но есть 101 уровень вот с таким длинным описанием. Смотрим, что там в них. И все эти уровни обыкновенный спам. Также собрав статистику по длине описания. Отпросим все уровни без описания. Первое место 4 символа, последнее 190. Но вы думаете, я на этом остановлюсь? У меня есть еще статистика по словам. И я могу посмотреть, в каком году какое слово больше всего писали в описании. Если что, я могу узнать год выхода уровня от его ID. На правительной статье мы пройдемся быстро. 2013 бай, 2014 из, 2015 по 2018 энд, и с 2019 по 2025 д. Какая еще информация есть в уровнях, для которых можно собрать статистику? Оригинал уровня. Чаще всего копируют стерео Мэднес. На втором месте копия Deadlocked, который сейчас нет на серверах. Потом Retray, потом вообще каким-то образом Deathbath, которого тоже нету на серверах. Бэкл Трех, который тоже удален. И на шестом месте находится стерео Мэднес от Роббалта. Еще тут на девятом месте есть какой-то удаленный уровень, которого даже на ГД Хистере нету. На пятнадцатом месте уровень с ID 1. Скорее всего, это челы с чит-энженом прикалываются. Еще что интересно, есть четыре уровня, которые были скопированы с level 1, 2 в 31 степени. Один уровень был скопирован с минус 69, 420, 360. И с минус 1 был скопирован с 101 уровней. Знакомые числа, да? Вы угадали, это те же самые 101 спам уровней. Ладно, со статистикой пока закончим. Дальше пойдут интересные уровни, которые я нашел благодаря этой базе данных. Например, я в скане нашел уровень с 200 лайками, который выглядит вот так. Но, конечно, я могу ответить на самые тупые вопросы по всей ГД по типу, а какой самый популярный ИНИ уровень? Ну, например, есть ИНИ уровень, на котором 7 тысяч зарузок. А здесь два уровня с 21 лайком каждый. В противоположность этому рекорду, он ряд этот уровень с целыми 109 дизлайками Cool Effect. И самый старый ИНИ уровень, которому 8 лет, хардер от ГД Сони. А сейчас, скорее всего, в ГД нет ни одного авто без звезд. Самый старый уровень без лайков и гнист, пятисначен ID, которому 11 лет. Старейший уровень с зарузками меньше 100, интересный случай, уровень с ID 27001. Вроде уровень с красивыми 1, наоборот, много зарузок набирают. Самый первый уровень с зарузками меньше 10, Jumping Baron. А первый уровень с зарузками меньше 6, Easy. И что прикольно, старейший уровень с зарузками меньше 5, тоже называется Easy. Я знаю, что эта информация перестанет быть актуальной сразу после выхода этого видео. Но ещё помилочи у меня тут есть Forsaken, Neon, Bloodlast, Uga Domi, Void Wave и Thinking Space. Я вам не говорил, но эта программа может сканить аналиста уровней даже с доступом только для друзей, потому что она посылается просто через ГД браузер на севера роботопа. И это означает, что если есть уровень с доступом по ID только для друзей, то он спокойно будет открываться в ГД браузере. И как вы поняли, сейчас мы поговорим об аналисте уровней от известных личностей, которые есть в массиве. Список аналиста уровней от мемборов Cherry. Идём по нарастающей. Один уровень от Орты, один от Аймакс, пять от Киви, семь от Лавета, восемь от Эго, восемь от Мидикс, одиннадцать от Кумистик и целых шестнадцать от Мины. Все эти уровни можно найти в моём листе, либо на случай, если их удаляют в ГМД файлах. Далее просто популярные личности. Пять аналиста уровней от Майнкапа, среди которых напряжаются только два, восемь от Лабута, чё, которые контесты всякие делают, шесть уровней от Молди, целых двадцать девять от Поке, один от Фоксикета, один от Кермала и пять от Вискитно пять. И что самое интересное, я нашёл один анализ татуировней от Рубтопа, который для меня был никому неизвестен. И что ещё интереснее, татуирование от Орты, шесть поиском по Айде, но у меня он почему-то виден. И что там внутри? Ну, там просто копия The Tower, но в конце вместо кастомного БГ обычный Стерео Мэднес. Ну и в целом я рассказал всё интересное, что я смог найти в этом массиве и можно уже завершать. Но почему видео не закончилось? А потому что мне этого показалось мало, и я сделал сайт, где вы собственноручно можете подвигать эти же зоны. При переходе по ссылке, которую я где-нибудь оставлю, первое, что вы увидите, будет это. Эти кнопки типа раздела, с которыми можно побаловаться. Идём слева направо, сверху вниз. Новый Стерч. Наверное, самые важные и интересные вкладки. Здесь вы можете искать уровень в моей датабазе. Наверное, первое, что вам захочется, это посмотреть, есть ли уровень от вас. От меня, например, тут есть несколько. Ну или искать уровень по самым шезонутым критериям. Например, есть ли уровень из 1.9 с двумя лайками и в нике автора, которой нету буквы Е. Нажимаем Стерч, и таких уровней из Сл4000. Это только в моей статистике. И нужно пояснить, что такое позицион. Это порядковый номер уровня статистики. От 0 до примерно 1.9 миллиона. То есть на любой уровень статистики это Gravity Field. То есть это самый старый уровень в моей статистике. И это означает, что любое число в этом пределе будет проводить вас к какому-то уровню. Это свойство будет затрагиваться далее. Вкладка Statistics. Здесь вы можете самостоятельно собрать статистику по определенным ключам. Большинство из них я озвучу в видео. Например, в нем не было инфы, как много уровней в платформе. Например, если я соберу стату по описанию. Это само описание, сколько уровней с ним есть и процент от общей массы. Фан. Просто всякие фановые штуки. Например, я могу найти определенный уровень статев с инфланем. Но если такого уровня нет, то показать ближайшие доступные уровни. Или можно найти рандомный уровень. Также я могу найти все уровни в определенном промежутке. Например, с 20 по 50 позицию. Мне показываются все уровни в этом промежутке. То, что белое, это ID. Хэштег, это позиция. А Difference, это разница между ID этого уровня и предыдущего. Ну и с помощью этого можно найти, например, миллионный уровень статей. Теперь мы идем во вторую строку. Эти вкладки уже не будут связаны с моим сканом, а просто будут использовать опега депраузера. Level Info. То есть, я просто вводите сюда ID уровней, и сайт вам выдают всю информацию, которую только можно придумать. А действует Level Finder. По моему мнению, то ради чего и стоит зайти на этот сайт. Короче, я это записываю уже на этапе монтажа. Дело в том, что за два месяца многое что поменялось. Сейчас, если в GD браузере ввести ID английский уровень, то он не покажется. А вот ответ от сервера в GD, он вот как видите показывается. Если что, этот уровень, он не Friends Only, то есть он английский для всех. Так что пока что такой код доступен только на моей карме на Python. Которую можно скачать вот по этой вот ссылке. Сейчас я ее вам продемонстрирую. Вот, как видите, она сейчас работает. Вот, находит уровни. И заносит результат вот сюда. Она пока что очень медленная, и я ее буду дорабатывать. Спасибо за внимание. Download Files. Поскольку проект на 100% open source, вы можете скачать абсолютно все, что с ним связано. Статистику по уровню, которую я приводил в этом видео, скрипты, которые я использовал. И самое важное, саму датабазу уровней. Причем в разных форматах. Отсортированную, не отсортированную, отфильтрованную и так далее. Но я еще по приколу тут написал документацию на 10 тысяч символов. Так что если у вас будут вопросы, сначала смотрите их в ней. Там и битвенни, и про дифференц, и про ту же самую позицию, и даже сколько мне лет. Ну и пожалуй на этом все. Я рассказал все, что я нашел, и я с вами прощаюсь. Пока. Что ж, надеюсь это видео наберет хотя бы 10 тысяч просмотров. Потому что как вы заметили, работа над ним проведена просто колоссальная. Если вы неравнодушны, пожалуйста, помогите вытащить мой канал с дыры. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok